Между тем, чувашские кадеты собирают вещи. 4 сентября 400 воспитанников кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кочетова отправятся на учебно-военные сборы в Крым и Пермский край. Так, Игорь, на путь всем слово тебе даю, чтобы тебе все хорошо было. Игорь Велиулов примеряет новую форму. С малых лет он мечтал стать военным. Решил пойти по стопам своего отца, деда и прадеда. Я учился в 19-й школе. Сейчас поступил в кадетский корпус, так как у меня была мечта с детства стать военным. И так как у меня семья, ну, военная династия у нас в семье, я решил ее продолжить. При поступлении в кадетский корпус надо было сдавать некоторые нормативы физической подготовки. Надо было сдавать подтягивания, бег на 100 метров и бег на 3 километра. Так как я занимался плаванием и занимаюсь баскетболом, мне было достаточно просто, так как я физически подготовлен. Каждое утро Игорь начинает с зарядки. Понимает, что будущему защитнику Родины важно быть сильным и здоровым. И Игоря во всем поддерживает семья. Я Петриков Анатолий Иванович, глава рода военного семейства нашего. Я закончил автомобильное, Рязанское военно-автомобильное училище в 1963 году. И в 1972 году закончил Академию тыл и транспорта в Ленинграде. А мои внуки идут тоже по нашим следам. И, значит, один поступил в кадетское училище, Игорек. Следующий будет Олег, пятый класс заканчивать, тоже будет поступать в кадетское училище. Я очень горжусь сыном своим, героем Российской Федерации, майором Петриковым Игорем, и своими внуками, которые идут также по нашему следу. Первый месяц нового учебного года Игорь проведет в Перми. Вместе с остальными чувашскими кадетами будет грызть гранит военной науки в Пермском кадетском корпусе. А вот для кадет помладше учебные сборы будут проходить в Крыму. Десятилетняя Лия Иванова всю последнюю неделю перед новым учебным годом старательно собирает вещи. С собой только самое необходимое – документы, личные вещи и альбом. Признается, что немного волнуется. Мы полетим первый раз на самолете, я первый раз увижу море, и будем отдыхать и учиться. Мне не так страшно, потому что со мной полетят мои подружки Катя, Оля и Жиль. Мне нравится носить кадетскую форму, нравится учиться в кадетской школе. Мы поступили в новый кадетский корпус с большим желанием, хотим пойти учиться. Первые четыре класса мы поступили, обучались в 14-й кадетской школе. Она была юным полицейским. А потом, когда мы узнали, что уже строится новая школа, мы загорелись большим желанием, рассказали об этом ребенку. Она изъявила свое большое желание, стремление, что она хочет дальше быть кадетом. И поэтому мы решили поступать. Поступали три этапа. Изначально, конечно же, самое главное – там очень хорошее состояние здоровья должно быть. Потом второй этап – это мы сдавали экзамены. Четыре экзамена. Ребенок очень волновался, у родителей тоже, естественно. А вот в третьем этапе мы уже проходили комиссию, ребенка расспрашивали, задавали разные вопросы. Как она сможет там одна самостоятельно без них жить, без нас? Конечно же, мы волнуемся, переживаем, но мы в ребенка верим. Она у нас самостоятельная девочка, мы уверены, что она со всем справится. Домой воспитанники Чувашского кадетского корпуса вернутся в середине сентября и сразу начнут учиться в новом комфортном кадетском корпусе в Чубаксарах. КОНЕЦ